Телефон, ноутбук, кошелек. Увидев эти предметы в машине, вор обязательно залезет. И даже сигнализация его не спугнет. В течение одной и максимум двух минут автомобиль будет вскрыт. Именно ловкость рук помогала организованной группировке грабить автомобили Владивостока. В ходе следствия установлено, что ранее судимый 27-летний житель Приморского края разработал схему хищения и вовлек в противоправную деятельность своих знакомых в возрасте 24 и 43 лет. Злоумышленники высматривали своих жертв в дневное время в общественных местах. Предпочтение отдавали парковкам у крупных супермаркетов Владивостока. Так, например, кражи были совершены на улице Анны Щетининой, Бородинской, Нейбы, Тамурской и Адмирала Юмашева. Члены группы считывали коды охранной системы автомашины. После того, как владелец иномарки уходил, правонарушители открывали автомобиль и похищали ценности из салона. Добычей злоумышленников стали бытовая и компьютерная техника, документы, сноуборд и травматический пистолет. Оперативники вышли на след преступников и задержали всех членов группировки. Полицейские провели обыски в квартирах задержанных. Нашли похищенный телевизор и три ноутбука. Доказана причастность обвиняемых к девяти эпизодам противоправной деятельности. Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 200 тысяч рублей. В настоящее время проведение следственных действий завершено. Уголовное дело передано в суд. В соответствии с законодательством РФ, обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Алина Черненко, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.